Десятки экспортеров семян подсолнечника в Восточном Казахстане недовольны процедурой распределения квот на вывоз продукции. Многие не смогли получить их, имея на руках контракты на поставку. Объем квот значительно снизился. Напомню, с 8 июля и до конца сентября этого года в стране ввели ограничения на вывоз семян подсолнечника. На такие меры пошли в целях обеспечения продовольственной безопасности, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Как ситуация влияет на международные и внутренние рынки? Скажется ли на стоимости подсолнечного масла? Разбиралась Жанара Сулханова. Предприниматели, занимающиеся поставкой семян подсолнечника в Восточном Казахстане, недовольны распределением квот. Они говорят, что портал для подачи заявок был открыт в пятницу 8 июля, а в понедельник к обеду все квоты были распределены. В выходные фитосанитарные документы не оформляют. Бизнесмены отмечают, за такой короткий промежуток времени все не успели подать заявки. Сейчас они просят увеличить этот объем. Контракты на экспорт в Узбекистан и Китай уже заключены. Вагоны готовы к отгрузке. Следующее распределение квоты будет только в октябре месяце. И получается, мы на три месяца остались практически без работы. Я даже не знаю, как сейчас сотрудникам платить заработную плату. Предприниматели говорят, вынуждены отправлять неоплачиваемые отпуски работников. В Казахстане с июля по сентябрь этого года ввели ограничения на вывоз семян подсолнечника. Выделили квот всего на 15 тысяч тонн. С декабря прошлого по июнь этого года было квот на 125 тысяч тонн. В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что недовольство высказывают не сельхозпроизводители, а трейдеры. При этом, учитывая геополитическую ситуацию в мире, есть необходимость в обеспечении продовольственной безопасности Казахстана. Иначе цены как на семена подсолнечника, так и на масло взлетят. Квоты были установлены, потому что баланс производства потребления показал, какой излишек. Больше, к сожалению, на самом деле на данном мы экспортировать до конца срока квотирования не можем. Но когда закончится срок квотирования, тогда уже на рынок поступит новый урожай. И тогда уже, возможно, без каких-либо ограничений экспортеры и фермеры смогут экспортировать семечко и масло. В масложировом союзе страны не видят смысла в сокращении объемов экспорта по семечкам, так как по сырому маслу объемы экспорта остались прежними. Люди должны знать, вот столько объема экспорта приближается, вот все потом уже не будет. А люди контрактовались. То есть у нас вообще по-хорошему должно быть так, что правила игры должны быть тем понятны наперед. А у нас, видите, в ручном режиме управления идет. И то закрывается, то открывается, то полный запрет, то квоты, то еще что-то. По словам эксперта, ситуация в целом на ценах на подсолнечное масло не отразится. Дефицита не будет. Полки попросту займут полностью российские производители. Сейчас семечки и сырое масло практически вывезены, а заводы работают на импортном сырье. Жанна Раслханова, Руслан Акматалиев, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.